Приветствую вас. Для начала давайте, наверное, с вами попробуем сказать так. То, что вы учились на психолога, не значит, что вы психолог. То есть вы можете учиться и не быть психологом, а вы можете быть психологом и не учиться. Понимаю, мои слова покажутся вам странными, но психологам людей делают не обучением, как никакой, хотя оно, безусловно, важно. Но психологам делать все же кое-что другое. И это не обучение, на самом деле. То есть это работает с такими профессиями, да, как, например, компьютерщик, программист и так далее. Но учился, все, ты программист. Но вот в психологии это не работает. Не так это обстоят дела, по-моему. Далее. Значит, я сама училась на психолог-педагога в университете, но не закончилась, с третьего курса ушла. Почему ушли? Вот сейчас мы разумеем, стоит ли искать помощь еще у специалистов. Понимаете, изучение, изучение психологии, это не помощь самому себе. Это не помощь, например, вашим близким, хотя, безусловно, какие-то моменты можно использовать для повседневной жизни. Изучение психологии, это именно изучение психологии. То есть себе вы этим не помогаете. Так же, как изучение психологии, вы не можете решить свои проблемы. Поэтому то, что вы учились на психолога, и то, что вы теперь нуждаетесь в помощи специалиста, абсолютно между собой никак не связаны. Другое дело, что почему-то вы считаете, почему-то вы считаете, что ненастойны помощи психологам. Вот почему-то у вас есть такая позиция, как-то вот мне показалось, по крайней мере. Это говорит о заниженной сумочинке и о неуверенности в себе. То есть у меня есть проблемы, но я не уверен, что они настолько важны, что с ним стоит обращаться к психологу. На самом деле, по-моему, здесь немножко в другом. Если у вас есть средства, если у вас есть время, если у вас есть желание, то есть вот, если вы хотите, а вы уже хотите, потому что обратились на сайт, то нужно брать и получать эту самую помощь. И не важно, считаете ли вы это достойным общения, беседы с психологом, или считаете ли вы это недостойным беседы с психологом. Не важно. Главное, что вам это на данный момент, вас это волнует. И, соответственно, раз вас это волнует, это нужно реализовывать. Потому что любая проблема, если ее не решать, она копится, она как бы накапливается, как снежный ком, и она вас прорвет, и тогда уже все будет поздно. Суели, конечно, не поздно, но решить что-то будет гораздо сложнее. Далее, значит, обстоятельства резко поменялись, жизненный, очень большой контраст жизненный образовался. Хочется обмена и чувствовать себя, знаешь, психолога, как быть. Обращайтесь, обращайтесь к психологу, никаких проблем. Если хочется, значит, мы будем удовлетворять эти желания. Это нормально. Дело в том, что я живу за границей, и это усложняет взаимодействие. Нет, через онлайн это никак не усложняет взаимодействие. Есть интернет, есть голосовой видеочат, есть письменный чат, в конце концов. Я предлагаю, например, услуги аудиоответа, то есть я вам просто подписываю ответ, присылаю его, вы его слушаете, и все. То есть, если вы тут смотрите видео на ютубе, да, то вот так же вы будете слушать мой ответ. То есть никаких проблем с этим нет. Другой момент, что, вот вы говорите, что жизненные обстоятельства поменялись резко. И весь вопрос вашей ответственности. Они же поменялись не просто так, они же поменялись почему? Потому что вы хотели этого, вы хотели того, чтобы они поменялись. А получается, что они поменялись, а вам, что, вам неприятно теперь. Получается, что, что вам неудобно теперь. Получается, что, что вы недовольны теперь. Вот возникает вопрос, но, а что же тогда вы меняли жизненные обстоятельства, если вы теперь недовольны, если вы теперь недовольны тем, что у вас есть. Вот тут проблема ответственности, это то, о чем вам стоит подумать. И также стоит подумать еще и о том, вот вы говорите, вам хочется обмена, обмена чем? Это первое. И второе, вот вам хочется общения. А что мешает взаимодействовать с людьми, которые рядом с вами? Ну, хорошо, пообщайте вы с психологом, там, например, два шеста. Сейчас два, дальше три. Но потом-то все равно вы будете жить своей жизнью. И нужно, чтобы вы вот в этой своей жизни получали удовольствие, нужно, чтобы вы в этой своей жизни как-то находили обратную связь, а ее нет. Почему ее нет? Вот давайте на эту тему тоже подумаем. Какие у вас глухи при налаживании коммуникационных связей? Это вот и есть первые вопросы, которые я вам задаю, чтобы вы их обдумали и чтобы было о чем разговаривать с психологом. Ну, потому что вы не сказали предмет конкретно, по которому вы будете, вы хотели бы взаимодействовать со специалистом. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи!